Икс Икс, с вами Белевикс. Всем привет! Сегодня мы продолжаем рассматривать больших кукол Монстр Хай из серии Frightfully Tall Ghouls, а по-русски жутко огромные девчонки. На данный момент в серию входят четыре персонажа – Дракулаура, Фрэнкиштейн, Клодин Вульф, а также Элизабет. Куклы внешне оформлены как перевыпуски, но они более проработанные и подвижные. Коробка выполнена в стиле перевыпусках, в черно-розовых тонах. Справа нас встречает логотип и название франшизы – Монстр Хай. На внутренней части коробки на фоне школы нам снова говорят, что кукла экстра-высокая. Внизу слева, под чудесным артом Элизабет по пояс в новой стилистике, нам напоминают имя персонажа Элизабет и информация о том, что она – дочка вампира. На арте Элизабет выглядит настоящей уверенной красоткой. На задней стороне коробки – крупный арт персонажа. Задник коробки представляет собой коридор школы монстров. Элизабет словно выходит из арок. Куколка сделана в Индонезии. Кукле прилагается огромная подставка черного цвета для кукол 40 плюс сантиметров. Рост куколки составляет 42 сантиметра. Самое приятное – это то, что когда я ее открыла, сразу заметила, что у нее огромная копна волос и очень хорошая прошивка. А это всегда приветствуется. У Элизабет пледная кожа с легким розовым оттенком. У нашего героя черно-фиолетовые волосы. Издалека они кажутся черными, но в них присутствуют фиолетовые пряди. Волосы у куклы достаточно длинные. Они мягкие, но не очень густые. Поэтому волосы Элизабет как будто бы переливаются и блестят, и смотрятся довольно эффектно. У Элизабет страх камера мотор – объемная челка, а у огромной – прямая и уложенная. Скорее всего, так задумано, чтобы во время транспортировки челка куклы оставалась в сохранности. Надо обязательно отметить, что Элизабет – обладательница прекрасного молда, и она сохранила свой своеобразный готический образ. Кстати, у Элизабет страх камера мотор глаза выглядят как будто бы объемными и живыми, благодаря тому, что они блестят. У огромной Элизабет такого нет. В макияже глаз куколки присутствуют сиреневые тени, которые обрамляют ее глаза. Также черная подводка и насыщенная фиолетовая помада. Брови Элизабет темно-коричневого цвета и едва заметны под челкой. Они аккуратные и тоненькие. Все мы знаем, что Элизабет – вампир, поэтому она – счастливая обладательница белых клучков. В ушках фиолетовые сережки, идентичные с сережками базовой. Наряд Элизабет Фрайтфулли Толгулс повторяет базовый. Верхняя кофточка с пышными рукавами также отстегивается и доходит до локтевой части. Сделана она из темно-фиолетовой ткани, со светло-пурпурным узором поверх и обрамлением тканью по краям рукавов. Вторая деталь наряды – это непосредственно само платье королевы вампиров с фиолетовой грудкой, черным корсетом с ярко-фиолетовыми лентами и пышным фиолетово-черным подъюбником, состоящего из нескольких слоев. На правой руке у Элизабет сиреневый полупрозрачный браслет. Он представляет собой разбитое сердце. Кстати, на промо-фото браслет был одет на левой руке. Огромная Элизабет отличается от базовой еще и тем, что у нее нежестовые кисти. Сапоги нашей монстряшки окрашены в черный цвет. Они сделаны на высоком каблуке и украшены ремешками с завязками. А сейчас пришло время рассмотреть поближе шарниры у нашей куколки. Чтобы обычный шарнир выдержал такой рост, его сменили на двойной. Система очень похожа на шарнир азиатских кукол БЖД. И также добавили грудной и плечевой шарниры. Есть грудной шарнир, дополнительный шарнир на ногах и локтях. Таким образом, эта кукла подвижнее обычных и, конечно же, крупнее. С такой же системой шарниров была представлена Гулиопа Джеллингтон. Обзор на эту куколку вы уже можете посмотреть на канале Беливикс. Я рассказала вам про всех на данный момент кукол из серии Frightfully Talked Ghouls. Видео с Дракулаурой, Фрэнки и Клодин вы уже можете посмотреть на моем канале. Теперь вы легко можете ответить, какая куколка вам больше нравится в этой серии. Свои ответы пишите в комментарии. А на этом наше видео подошло к концу. А теперь, дорогие господа, вопрос. Почему же выпустили именно Элизабет в этой серии? А не Лагуну, Гулию или Клео, например? Пишите свои догадки в комментарии. Лично мне кажется, потому что молд Элизабет чем-то схож с молдом Дракулауры. И Мателл решил, ну, так сказать, что-то там доделать и выпустить новую куколку. А хотя, кто его знает, не так уж они и похожи. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Все ссылки на мои соцсети будут в описании под этим видео. А я вас всех очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok